Куда же пошли деньги от роста экономики? Эти деньги пошли на финансирование дефицита бюджета и на обеспечение стабильности социальных выплат, заработных плат и пенсии, но с учетом того, что мы ограничили денежную эмиссию. Если бы денежная эмиссия проводилась бы в тех же масштабах, в которых она проводилась в прошлые годы, то курс преднестровского рубля сегодня был бы за отметкой 20, приближался бы к 30 и инфляция была бы, конечно, в разы больше. Мы стали зарабатывать больше и стали больше жить по средствам, то есть у нас существенно уменьшилась потребность в заимствовании средств, но увеличить расходы мы все еще не можем. Есть на подходе 3-4 инвестиционных проекта, достаточно крупных, не буду сейчас о них говорить, чтобы не сглазить, но это большой шаг вперед для преднестровской экономики, если они будут реализовываться. Это плюс около 1000 рабочих мест, это дополнительные налоги, это валюта. Фонд капитального ремонта именно объектов жилищной сферы. Решение этого вопроса, оно будет в течение ближайших месяцев-двух. Тарифы на коммунальные услуги, их предельные величины, они не изменились, то есть мы их не повысили. Другое дело, что к этим тарифам применялись различные коэффициенты, то есть для одной категории населения коэффициенты были повышающие, для другой категории населения они были понижающие. Все это противоречило закону о ценных тарифах и ценообразовании, поэтому было принято решение от этого многочисленного количества коэффициентов отойти. В итоге мы пришли к тарифу к единому, то есть единому для всех. Считаем, что такой подход более справедливый. То, что мы увидели, находясь на предприятиях и водоснабжения, и энергоснабжения, скажу вам так, потрясает воображение. То есть ситуация ближе к критической. И если в самое ближайшее время мы не начнем эту ситуацию исправлять, то через 3-5 лет мы можем просто подойти к ситуации техногенных катастроф. Это оборудование выпуска 70-х, в лучшем случае 80-х годов, и оно постоянно ломается. Почему мы пришли к такой плачевной ситуации? Существует целый ряд проблем. Одна из этих проблем – это долгое время в Переднестровье действовали необоснованные тарифы на коммунальные услуги. Они постоянно находились ниже себестоимости. Государство, если оно хочет и должно датировать население, то есть помогать тем гражданам, у которых низкий уровень дохода, оно должно возмещать предприятиям потери, связанные с оказанием льгот. А мы это долгие годы не делали. И получилось таким образом, что мы гражданам и государству, я имею в виду органы государственной власти, проводя такую политику долгие годы, просто оказали медвежью услугу, просто проели нашу инженерную инфраструктуру. У нас сегодня есть ситуация, когда гражданин обращается за получением госуслуги, проще говоря, за получением определенного разрешения или справки. А ему чиновник говорит, хорошо, но иди сходи еще в три министерства и перенеси оттуда информацию для нас, то есть чтобы мы могли тебе эту справку выдать. Что получается в этом случае? В этом случае государство использует гражданина как курьера. Это абсурд. К 1 июля сформировать исчерпывающий перечень информации и документов, которые уже есть в распоряжении органов государственной власти. И после этого будет введен запрет на то, чтобы при оказании государственной услуги гражданина использовали как курьера. И мы видим в конечном счете, что этот механизм заработал, несмотря на ограниченные финансовые ресурсы. Сейчас потеплеет, настанет время для капитальных строительных работ, процесс пойдет, потому что деньги в этом фонде уже аккумулированы, они туда поступают. Уже заключен целый ряд договоров с подрядчиками. Основной фронт работы, конечно, связан с реконструкцией образовательных учреждений. Это школы, это детские сады, это ремонт крыш, это ремонт окон, полов, канализации. То есть те проблемы, которые доставляют неудобства каждый день. И эти проблемы, подчеркну, тоже не решались годами и десятилетиями. Знаете, самое смешное и, наверное, одновременно страшное заключается в том, что когда начинаешь с чиновниками общаться по этим вопросам, они тебе приводят кучу аргументов, что так и должно быть. И ты на какое-то время выходишь после общения с ними, думаешь, да, действительно, так и должно быть. Потом на следующее утро просыпаешься и думаешь, да, дед, это все-таки абсурд. На самом деле слом вот этого менталитета, вот этого чиновничьего бюрократического подхода, он, этот процесс очень сложный. Сегодня проблемы всем известны, да, в области здравоохранения. Это где-то нехватка высокотехнологичного оборудования, где-то дефицит врачей определенных категорий. И, конечно, большая проблема – это обеспечение медикаментами в больницах. Знаете, это не потому, что эти медикаменты в больницах кто-то разворовывает, это от безденежья, от нищеты, да, я не побоюсь даже этого слова. Мы сейчас заканчиваем формировать концепцию бюджетной политики. Мы планируем расходы на здравоохранение наращивать. То есть они будут по-прежнему составлять 4,5% к ВВП, но по мере того, как экономика будет расти, в абсолютном выражении 4,5% будут с каждым годом большее значение составлять. Мы планируем ежегодно где-то на миллионов 70-80, это не маленькая сумма, именно наращивать расходы на здравоохранение. Должность – это не привилегии, это не какие-то бонусы, это огромная каждодневная ответственность перед людьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова